Вы смотрите новости Украины. В эфире Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Знаковые встречи в Брюсселе. На саммите Восточного партнерства президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, новым канцлером Германии Олафом Шольцем и руководством Евросоюза. В частности, лидеры обсудили эскалацию ситуации на Донбассе, поддержку Украины и переговоры в нормандском формате. Кроме того, сегодня еще одна страна ЕС подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Традиционное совместное фото европейских лидеров. Позади первый день саммита Восточного партнерства. И в кулуарах, и во время встреч главная тема обсуждений – угроза вторжения российских войск в Украину и есть ли способ его предотвратить. Президент Владимир Зеленский уверен, удержать Россию от наступления одними только угрозами санкций уже не получится. Нужны шаги на предупреждение. Относительно санкционной политики, скажу откровенно, некоторые государства, некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после вероятной эскалации со стороны РФ и ввести мощную санкционную политику. Здесь я могу понять, что мы могли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика уже никого не интересует. Наше государство интересует санкционная политика по вероятной эскалации. Тогда вероятной эскалации, может, и не будет. Серьезным инструментом, чтобы сдержать Кремль от полномасштабного наступления на Украину и от оскалации агрессии на Донбассе, по мнению президента, может стать российский газопровод «Северный поток-2». Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того самого Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены. Я не уверен, что, ну это же его право, я не уверен, что он меня там услышит. Если полномасштабное вторжение РФ можно предотвратить санкциями, то возобновить мир на Донбассе и остановить агрессию РФ без прямых переговоров с Кремлем не выйдет, заявил в Брюсселе глава государства. И главным союзником Украины в этих переговорах может стать США. Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание Российской Федерации. По словам президента Украины, он ожидает, что по результатам саммита лидера ЕС пошлют четкий сигнал России относительно ее действий на границе с Украиной. И уже завтра, 16 декабря, Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Йенцем Столтенбергом в штаб-квартире Альянса. Вадим Крамор, Татьяна Сулей. Новости Украины. Поддержка Украине. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год на сумму почти 800 миллиардов долларов, из которых 300 миллионов выделят на оказание помощи Украине. Это на 50 миллионов больше, чем запрашивал Джо Байден. Сумма также включает 75 миллионов долларов на летальное вооружение. Документ уже направили на подпись президенту США. На высшем уровне впервые в формате Люблинского треугольника. 20 декабря в Украину приедут президенты Польши и Литвы. В Ивано-Франковской области они встретятся с Владимиром Зеленским. О чем будут говорить и каких решений стоит ожидать, разбиралась Ирина Коваленко. Информационные атаки со стороны России против Украины сейчас вышли на уровень 2014 года. Тогда эксперты фиксировали рекордное количество фейков. В 2021 году уже было три волны информационных атак. Последнее обострение случилось осенью, после того, как украинская армия впервые использовала байрактары. Они, чтобы успокоить своих солдат, которые начали бояться выходить на передовую после применения БПА ударных, они поделали письмо. Точнее заявление министра обороны Украины, в котором говорилось, что никакого удара не было. А это была постановка, и это сдетонировало, или подорвали ящик со снарядами. И вот это заявление, якобы от министра обороны, они разместили на одном из украинских сайтов, взломав его, и потом начали его цитировать в российских телеграм-каналах. Тема противодействия и дезинформации станет одной из ключевых в рамках ближайшей встречи стран-участников Люблинского треугольника. 20 декабря в Украину приедут президенты Польши и Литвы. В рамках стратегического партнерства в начале декабря в Луцке заместители министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали специальный план действий по борьбе с дезинформационными атаками. Мы обязательно будем работать над тем, чтобы наши специалисты в области масс-медиа, наши специалисты громадянского сообщества, наши специалисты в области дипломатии и политики могли обменить учиться. Во-первых, во-вторых, обмениться информацией, как бороться с фейковой информацией, с гибридной информацией. И до этого Украина, Польша и Литва уже демонстрировали слаженность в борьбе с фейками. В частности, во время обострения миграционного кризиса на белорусской границе было несколько дезинформационных вбросов. Когда были столкновения на белорусско-польской границе, у Лукашенко запустили фейк про то, что якобы Украина поставляла оружие мигрантам. Абсолютный нонсенс, глупость. Но это же специально было сделано, чтобы поссорить нас с поляками. Но поляки не такие, извините, дурные, чтобы верить вот этим всем фейкам церберов Лукашенко. Но вот это тот случай, когда совместно надо разоблачать эти фейки. Обмен информацией здесь играет огромную роль. Кроме того, в украинском МИДе ожидают. На встрече президенты обсудят также и тему угроз военной агрессии со стороны России. И не сомневаются, что Польша и Литва, как и ранее, здесь окажут полную поддержку Украине. Ирина Коваленко, Новости Украины. Премию Сахарова за свободу мысли в Европейском парламенте вручили дочери российского оппозиционера. Алексея Навального. Она получила награду вместо отца, который отбывает срок в колонии города Покров. Дарья Навальная выступила с короткой речью рядом с портретом отца, отметив, что в России есть люди, которые стремятся к демократии и защите прав человека. Когда я написала отцу и спросила, что он хочет, чтобы я сказала от его имени, он ответил, пусть никто не смеет приравнивать Россию к путинскому режиму. Россия – часть Европы, и мы стремимся к тому, чтобы стать ее частью. Но мы также хотим, чтобы Европа сама стремилась к себе, своим принципам, которые находятся в самом ее сердце. Мы стремимся к европейским идеям защиты прав человека, демократии и целостности. Мы не стремимся к Европе канцлеров и министров, которые мечтают получить работу в советах директоров путинских госкомпаний или отдыхать на яхтах олигархов. Отопительный сезон проходит спокойно и стабильно. Более 15 миллиардов кубометров газа сейчас закачаны в газохранилище, и этого достаточно, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль. К тому же в этом месяце ожидают около 2 миллионов тонн поставок как украинского, так и импортного угля, а потребление запланировано на уровне 1 миллион 700 тысяч тонн. Кроме того, украинские шахты увеличивают добычу, а шахтерам выплачивают долги по зарплатам. Тарифы, как и обещали в правительстве, расти не будут, напомнил премьер. А местные бюджеты получат денежную помощь, порядок и условия, предоставление которой правительство утвердило сегодня. В целом местные бюджеты получат более 20 миллиардов гривен, чтобы покрыть разницу в тарифах и погасить задолженность перед НАК «Нафтогаз». Это позволит поставщикам очиститься от долгов и начать модернизацию собственных предприятий, работать по свободным рыночным условиям. Напоминаю, что для производителей тепла в этом осенне-зимнем периоде обеспечена стабильная и значительно ниже рыночная цена на газ в уровне 7 гривен. Это тот газ, который производит тепло для населения. Тысячи инновационных решений, воплощенных в бизнесе, миллионы долларов в инвестиции, сотни успешных стартапов. В Киеве открыли уже четвертый международный украинско-израильский саммит инновационных решений. Подробнее о партнерстве двух стран Валерий Бакус расскажет. Есть сенсоры подсчета пассажиропотока, есть система, которая удаленно контролирует движение автобуса, которая подсчитывает количество открытия дверей, видит маршрут движения. Михаил – бизнесмен. Его фирма занимается внедрением современных систем безопасности израильского производства в Украине. В Украинско-израильском саммите инновационных технологий принимает участие с 2018 года. Говорит, эта площадка – прекрасное место для новых знакомств, расширения клиентской базы и развития бизнеса. Лидов очень много, конечно. Некоторые из них вылились в сотрудничество, естественно. Поэтому мы будем продолжать поддерживать данное мероприятие. И для нас очень важно быть частью этого огромного процесса развития отношений экономических и дипломатических между Украиной и Израилем. В этом году мероприятие привлекло внимание более полусотни компаний, готовых делиться своими инновациями в различных сферах бизнеса. По словам организаторов, самые востребованные здесь стартапы в сферах IT, безопасности, здравоохранения, строительства и других. Благодаря саммиту за четыре года объем совместных инвестиций в украинские и израильские разработки исчисляется сотнями миллионов долларов. За четыре года есть показатели более шести тысяч участников за четыре года. Если говорить о количественных показателях и увеличении товарооборота, то у нас тоже есть цифры, которые нас радуют. Во-первых, нам удалось повысить товарооборот между украинскими IT-компаниями и израильскими клиентами на 200 миллионов долларов. Украинские стартапы в области IT-технологий особенно интересны израильским инвесторам. Только сегодня на саммите был подписан ряд меморандумов о совместном сотрудничестве и создании компаний по реализации самых перспективных разработок. Украинско-израильский инновационный саммит является коммуникационной площадкой, способствующей налаживанию связей и предоставляющей возможности для обмена опытом. Это профессиональное поле, в котором у каждого знакомства есть потенциал эффективных долгосрочных международных проектов. Украина заинтересована в обмене опытом и изучении израильской практики. В этом году мероприятие посвящено не только инновациям и обмену бизнес-опытом, но и 30-летию дружбы и раскрытию новых перспектив сотрудничества между Украиной и Израилем. Валерий Бакус, Юрий Шульга, Новости Украины. Проект «Единый билет» презентовали для украинских кинотеатров. Систему от Государственного агентства по вопросам кино создали, чтобы эффективно использовать бюджет, вести прозрачную отчетность, стимулировать развитие кинематографа и сделать эту индустрию привлекательной для международного рынка. До сих пор в Украине не было единой базы и статистики даже об отечественных фильмах, поэтому в Госпино не всегда видят полную картину продажи фильмов. Также с помощью системы прокатчики могут получить больше данных об успехе той или иной ленты и зрительском спросе. Это будет даже не приложение, а целый ресурс, на котором и потребители контента, и производители контента, и регуляторы в области контента смогут смотреть и заполняемость залов, и где, какие залы, как покупаются в реальном времени. То есть это и отчетность появится. Проблема в том, что не все кинотеатры ведут честную игру, и многие билеты продаются мимо кассы. Поэзия и проза о Крыме на украинском и крымско-татарском языках. В антологию «Крымский инжир Чаир» попали работы участников третьего одноименного литературного конкурса. Какой на слух крымский инжир? С какой целью издали книгу и при чем здесь фруктовые сады? Валерия Никипелова расскажет. Украина от Эшичендем и Сильби, то есть Украина в огне Александра Довженко и Тополь Тараса Шевченко на крымско-татарском. Переводы других классических и современных произведений, авторская проза и лирика о Крыме и его жителях. Все это в антологии «Крымский инжир Чаир». В сборник вошли работы участников и победителей одноименного конкурса. Название издания выбрано не случайно, ведь Чаир, фруктовые сады в горных ущельях годами спасали крымских татар от голода физического, а антология спасает от культурного. Однако конкурс призван не только распространять крымско-татарскую литературу, но и актуализировать тему диокупации полуострова. Есть литература свободных людей, а есть литература заключенных, и это значит, что вся эта литература – это о борьбе, об освобождении, об освобождении людей, об освобождении земли и территории, об освобождении родины и части территории Украины. И, конечно, крымская и крымско-татарская литература не могут быть вне политики. Даже если там нет политического сюжета, сама тема, она уже провоцирует читателя, интересующегося человека на размышления о том, а в каком состоянии сейчас находится демократия в Крыму. Многие авторы и переводчики, произведения которых попали в антологию, не имеют крымско-татарских корней. С полуостровом их связывают воспоминания. К примеру, Марина Пономаренко даже не знает языка коренного народа Крыма, но после оккупации полуострова России не смогла не написать балладу «Соль». У меня, как и у большинства украинцев, есть куча историй, связанных с Крымом. Я туда очень часто ездила до аннексии. У меня получилась совершенно выдуманная история, но, мне кажется, я в ней сказала все, что хотела. Все свои сентиментальные воспоминания я туда вложила. Антология «Крымский инжир Чаир» стала уже третьей в серии. Заявку на четвертый конкурс для литераторов и переводчиков можно подать до конца февраля следующего года. Валерия Никипелова, Руслан Белозеров. Новости Украины. С пожеланием всегда иметь возможность посещать любимые места. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А утром в этой студии встречайте мою коллегу Анну Нитченко. И не забывайте, иммунизация – лучшая профилактика COVID-19. Доброй ночи и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok